Всем доброе утро, друзья! Мы собираемся в детский сад. Папа сейчас поставит кресло и поедем мы в Лиственку на Байкал. Детский сад у нас, скажи, на Байкале. Купили Саньке сандалики вот такие новенькие, потому что у него те разлетелись, заклепки все эти вот подрывались. В общем, в новеньких сегодня пойдет. Да, Саня? Взял Басика с собой, Саня. А Ваня что-то не хочет котика брать с собой. Не хочешь котика брать? Ваня стал такой стеснительный вообще, повзрослел. Вот, а Саня более такой на камеру любит теперь пообщаться, правда? У нас вчера, ребята, такой ветер был, и свет отключали. И все-все-все. Вот это кошмар. Всю ночь это гудело. Сейчас погода вроде бы более-менее. Ваня, все. Ваня, Саня, пока. Ваня, пока. Ой, какие бурханы. И все равно немного все задувает. Такая у нас нынче весна пришла. Вот Саша поедет еще в больницу. Нужно выписать рецепты на витамины. Врач сегодня в Лиственке. Вчера на Башеречке был. У нас с Надюшей сегодня большая уборка. Сейчас нужно перегладить белье. Мы не все гладим, только сильно мнущиеся вещи. Например, всякие полотенца, рубашки, платья. Постельная редко, когда сейчас стали гладить. Просто складываем все аккуратненько. Полотенца очень сильно мятые, конечно. Передники разные. Надюша только полотенчики у меня проглаживает, потому что рубашки ей сложнее уже. Поэтому и все остальное я сделаю. Алиса у нас изучает животных. Да? Как говорят животные? Потом она сейчас пока животных смотрит. Курочки Коко, да, Алиса? У нас тоже дома курочки Коко есть? Да? Не дома вернее, а на улице в Сарачке. Ну, а Лизе доверили носовые платочки. Пускай тоже учатся. Носовые платочки все же полегче гладить. Поэтому у нас их много. Пускай разглаживает. Молодчинка уже все хорошо получается. Главное тут с паром не обжечься. Потому что без пара как-то совсем плохо гладятся вещи, а с паром всегда очень хорошо. У нас опять сильно метет, но уже сегодня хотя бы солнышко. Ребята чистят снег. Где-то их не вижу. Так, пришла посмотреть, что делать наши мальчики. А наши мальчики разбирают велосипед. Ну, вернее, меняют покрышки. У Славы еще по осени образовалась грыжа на колесе. Поэтому было принято решение купить новые. И купили еще новые камеры. Вот сам велосипед. Надеюсь, сегодня сделает. Тут Дима пришел делать, но, видать, не может разбортировать. А папа у нас занимается электрикой, продолжает. Вот лампочки уже подцепили временные. Там тоже лампочка. Думаю, скоро у нас здесь будет светло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собираюсь готовить обед. Сейчас мне нужно бульон отварить. Кладу бедро куриное. Пока что бульончик отварим. Наверное, гороховый суп сегодня у нас будет. Хотела в холодную воду, но уже почти закипело, пока с Алисой бегаешь. Не успела положить мясо. Так, положила, в общем, куриные бедра, столовую ложку соли. Морковочка с луком у меня со вчерашнего дня пошинковала уже горошек. Картошка у меня тоже готова. Сейчас на шинковке пропущу. Быстренько кубиком шинковочка делать. Вот такой кубик очень удобно. Вот, смотрите, делала морковку тоже. Вот так, короче говоря. Очень удобно на такой шинковке. Только надо, конечно, крупные картошки. Мелкие, видите, быстро проходят. А крупные надо разрезать пополам. Тогда будет хорошо. Интернет-магазин Фисмарт мы брали ее на обзор. Поэтому, конечно, хорошая штука для нашей семьи. Делает вот такой вот кубик. Вот такая морковочка, видите, получается. Сейчас нам главное картошку прошинковать. Открыть бульон надо. А по идее горох мы сейчас спустим, потому что он не долго варится. Вот, сейчас большую картошку еще разрежу. Ну вот, смотрите, видите, как удобно. Ой, картошка аж улетела у меня. Опа. И все. Не надо ее нарезать. Быстренько все скидали. Сейчас горошек. Берем вот такой вот горох. Очень нравится. Он чистый, хороший. Алтайский. Хотела еще лапши отварить. Ну, не знаю. Может быть, на ужин отварим лапши. Все. Я сюда, в общем, все опустила. Сейчас некогда мне здесь все обжаривать. Пускай все подкипает. Потом приправки еще лаврушки. Маслечко. Все это добавим. Так, что-то у меня посудомойка уже все поперемыла. Нужно будет все выгрузить. Она сейчас еще сушит. Хотя уже отключилась, но еще сушит. Не залазь сюда. У нас начались проблемы с Алисой. Посмотрите, что она делает. Я не знаю, как из этой ситуации теперь выходить мы будем. Она залазит и все на тумбочку. Она такая скалолазка у нас. Везде залазит. Вот таким образом. Видите, что творит? Скажи, что ты натворила. Во. Что ты натворила? Зачем ты сюда забралась? А? Баеньки-то мы будем или что? Я ее ложу на дневной сон. Время уже половина второго. Она покушала, все, ложится спать. И ни в какую вот не могу ее сейчас уложить. Она раньше спокойно. Я ее кладу. Она спит. Чай обязательно ей даем, да? А сейчас что? Заходим, а здесь такая девочка на тумбочке сидит. И ничего не сделать. Как тебя будем бай укладывать? Си. Как бай пойдешь? Да. Как пойдем? Си. Как ляжем? Си. Си. Давай мама тебя положит. Пойдем бай. Пойдем? Чего? Смотри, твоя Маша спит уже. Маша, вон бай-бай легла, все. А ты? Мам. Че? Надя ждет, когда я гитару настрою. Мама только и умеет, что гитару настраивать, а играть я сильно не умею. Так, самое элементарное. Быстро расстраивается гитара. Ну ты че? Куда залезла-то? Давай выползай. Надюша все мечтает у нас научиться играть. Поэтому включать ютуб и там берет уроки. Бесплатно, да? Ну давайте, я настрою. Ну вот, друзья, наконец-то уснула наша красавица. Сама легла. Да-да-да, все, уходим-уходим. Чтобы дети не залезли, Саша вот такие вот, ну которые сейчас незадействованные провода, заизолировал. Видите, везде, где пока что ничего нету, ну, наверное, это розетки, все заизолировано. Видите? Все, здесь тоже все заизолировано. Вот. Кругом. Ну, а здесь, наверное, выключатель будет еще. Там тоже все изолировано. Чтобы ребятишки случайно не залезли руками. И тут тоже. Видите? Здесь есть лампочка уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, щит нас собран. Все провода заведены. Вот здесь все подключено. Нали, все протянуто. Практически в щите все готово. Осталось у нас вот это помещение только сделать. Ну, все, друзья, у нас есть свет. Наконец-то, смотрите. Хотя бы временный. Мы его включили, чтобы проверить. Саша щит собрал. Поэтому мы решили все включить, чтобы немножко вам показать. Еще нужно, конечно, выключатели купить. Потому что, вот видите? Короче, выключатели еще нужно будет доделать. Не знаю, соберет Саша здесь или еще где. Или покупать будем. Посмотрим. Но очень большой объем работы уже выполнен. Собираемся ехать в детский сад за ребятками нашими. За курткой оставь. Нет, прям под курткой оставь сосочку. Дима мне помогает. Я пошла сама одеваться. И Надя еще с нами поедет. Да? Алисия. Все, мы выдвигаемся. Алиса. Алиса, киса. Погуляешь немножко сегодня. В машине, правда. Ветер сильный на улице. Мы приехали. Вот наш детский сад. Вряд ли сегодня гуляли, потому что ветер дует. Холодно. Там старшая группа. И здесь старшая группа гуляет отдельно. А здесь младшая отдельно. Видите, заборчик. Отделили немного. Надя хотела детский сад посмотреть. Да, Надя? Разуваемся. Да. В нашем детском саду снимают родительных обувь. Здрасте. Привет. Привет. А у нас конфетка. Все-таки забыть. Хе-хе-хе-хе-хе. Что у вас нету? Конфетки. Конфетков у вас нету. Наша кабинка. Ну все. Обулись? Пошлите. Ваня рисунок нарисовал. Пойдемте. Мама, это я тебе. Конечно. Папа, выше у нас. Жарко там вообще в группе. Купили с Сашей семечки на развес. Давно не брали. Я их вот помыла даже. И теперь мы их обжариваем. Масло немножко растительного. Немножко посолила. Обычно мы покупаем уже готовые к пакетиках. Но тут решили, может быть, нам так будет выгоднее семечки покупать. Потому что, ну так дешевле намного выходит. Посмотрим. Мы раньше в детстве всегда так покупали семечки. Сами обжаривали. Правда их надо подольше пообжаривать. Потому что они прям сырые-сырые. Ну, конечно, не отойдешь. Нужно все время помешивать. Вкусно? Еще сырые, да? Нормально. Нормально уже? Что-то не сырая какая-то попалась. Ну все, пожарили мы семечки. Сидим, щелкаем. А я вот тут. А я хорошо. Да. Если хотите занять чем-то ребятишек, дайте им семечки. А мама рисовать будет. Хорошо. А у него вот сколько. Сидят, чистят их. Вот видите, у Манюши молодец. Тебе тоже дать тарелочку? Да. Вкусные семечки получились. Мы немножко их подсолили. Ребята пришли с молоком. Аккуратненько прольете. Что, как погода, Дима? Нормальная? Надеюсь, что она наладится. Время у нас уже половина девятого. Будем уже заканчивать этот влог. Встретимся с вами уже в завтрашнем. Ну все, друзья. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Кто будет ложиться, тоже спать. Удачного вам дня, кто проснулся. Не болейте. Берегите своих родных и близких. Все. Пока-пока всем. Субтитры подогнал «Симон»!